Здравствуйте! Меня зовут Степанова Оксана Владиславовна. Я педагог-психолог высшей квалификационной категории, преподаватель Международного института комплексной сказкотерапии, руководитель психологического центра «Идиллия». На фестивале «Солнце в ладонях» я буду представлять два своих мастер-класса по авторским метафорическим картам в направлении сказкотерапии. И первый мастер-класс – это «Волшебные помощники из добрых сказок». И второй мастер-класс – «12 месяцев. Старая сказка на новый лад». Сегодня мне хотелось бы представить для вас сказочную экспресс-диагностику и один из вариантов работы по ее результатам. Я очень люблю и часто применяю ее в своей практике в работе с подростками и со взрослыми. Итак, я предлагаю клиенту карточки со сказочными героями. Если такой колоды у вас нет, то вы можете использовать воображение клиента. Инструкция звучит так. Представьте себе, что в этом пространстве появился добрый волшебник, который предлагает вам превратиться на некоторое время в какого-то сказочного героя, кем бы вы хотели стать. Далее выбирается карточка со сказочным персонажем, либо ответ записывается на бумаге, если карточек у вас нет. После этого, как выбор сделан, я обычно задаю клиенту следующие вопросы. Почему вы выбрали именно этого сказочного героя? Из какой сказки этот герой? Какие значимые события происходили с этим героем в этой сказке? Чему можно поучиться у этого героя? После такой беседы, которая носит достаточно информативный характер, я предлагаю задание, которое называется «Четыре качества». Я прошу разделить лист бумаги на два столбика и в одном столбике поставить знак «плюс», в другом – «минус». Далее записать в одном столбике положительные черты характера, способности, таланты этого героя. А во втором столбике со знаком «минус» я предлагаю записать те черты характера, свойства и особенности героя, которые мы можем назвать отрицательными. Ну, например, в качестве примера герой-колобок. Его положительные качества – он любознательный, путешественник, первооткрыватель. А отрицательный – бесшабашный авантюрист. Затем мы разговариваем с клиентом о положительных качествах этого героя. Делаем упор на то, чему можно у него поучиться. Вводим понятие «ресурс» для клиента. А затем переходим к отрицательным качествам. Задаем вопрос. Вы выбрали этого героя и увидели в нем эти качества. Могу ли я предположить, что это некая подсказка от вашего подсознания, что эти качества актуальны и для вас? Далее я беседую с клиентом. Здесь акцент делается на принятии условно-отрицательных качеств и их легализацию. В конце упражнения важно нарисовать все четыре качества в виде каких-либо образов или выразить их в виде цвета и обязательно нарисовать в круге. Итоговой целью работы является принятие и интеграция всех четырех заявленных клиентом качеств. Благодарю всех за внимание. Спасибо.